Ребята, вы меня просили, я, может, что-то не догоняю? Российская пропаганда и спорт. Впрочем, ничего нового. Если я не соблюсь в лучшем в мире, значит, я не спортсмен, а барахло. Значит, Путин предлагает соревнования для барахла. Чего стоит победа в играх Путина? Надо говорить спасибо за рядки, а не спасибо таблеткам. И каков он? Триумф воли на играх Брикс. Говорит Радио Свобода, показывает телеканал Настоящее Время. В эфире программа «Лицон к событию». И сегодня я, Иван Воронин. Здравствуйте. И вы, уважаемые зрители, наверняка помните, что на прошлой неделе мы поднимали тему так называемых игр Брикс как российского ответа олимпийским играм в Париже, где российские спортсмены выступят в ограниченном количестве. И вот этот о-спорт Брикс обрастает новыми любопытными сюжетными поворотами. Среди участниц, к примеру, отмечены так называемые недружественные страны, вроде Великобритании, Германии, Португалии. Даже флаг последнего насилия, так называемого открытия игр. Правда, на сайте этих самых игр отмечается, что они представили ноль команд и ноль спортсменов. Ну, а, например, если вы умеете плавать, то взять серебро в Казани вам бы не составило особого труда. Правда, если вы не высокий статный атлет славянской внешности, потому что иначе к вам, возможно, были бы претензии от одного из комментаторов российского телевидения. Подробнее в нашем сюжете. Красивый атлет, посмотрите, какой. Жених настоящий, 20 лет сегодня. Девчонки, берите на заметку. Но только что хорошая пара была. Всякие шмары нам не нужны. У нас должна быть хорошая генетика. Российский сампист Кирилл Князьков – настоящий представитель русов. Я удивлен такому интересу. Во-первых, это прямой эфир. В прямом эфире все, что угодно может быть. Кого я там этим мог задеть или оскорбить, я даже не представляю. Что там, шмары обиделись, что ли? Сампист Князьков заявил, что комментарий ему не понравился. У него вообще есть девушка. А депутат Госдумы Виталий Милонов назвал Иваницкого настоящим примером для молодежи, в отличие от, цитата, либерально-радужных вейпокуров. А пропагандист Владимир Соловьев вообще не понял, в чем проблема. Ребята, меня попросили, я, может, что-то не догоняю? А в чем проблема? Нет, ну, просто, вы меня попросите, пожалуйста. Шмары – это оскорбление кого? Спортивные игры «Брикс», открывшиеся в Казани 12 июня, наш ответ в Олимпиаде. Среди приглашенных стран – Северная Корея, Палестина, Ирак, Афганистан. А еще непризнанные республики Южная Осетия и Республика Сербская. Так называемые недружественные страны представлены скупо. Приехали только спортсмены из Литвы и Франции. Остальные приглашенные игры проигнорировали. Вот нам уже показывает Александр Мальцева, нашего многократного чемпиона мира. Сейчас он нам представит свое произвольное соло, которое называется «Ода жизни». Около четверти спортсменов на играх «Брикс» из России и Беларуси. И сегодня Россия безоговорочно лидирует. За неделю заработано более 200 медалей. Золотых из них 159. Правда, во многих дисциплинах у россиян просто нет соперников. Синхронист Александр Мальцев в технической программе соревновался со спортсменами из Таиланда. А в произвольной вообще выступал один, то есть без соперников. И предсказуемо взял золото. На пьедестале он тоже стоял в одиночестве. Соревнованиям явно не хватает участников. В некоторых дисциплинах не набирается даже трех атлетов, чтобы заполнить пьедестал. За неделю до игры, из-за того, что не удалось набрать необходимое число команд, пришлось отменить соревнования в трех дисциплинах. Скейт, пляжный волейбол и пляжный гандбол. Клэй на бис. С тремя, с тремя, с тремя, с тремя, с тремя, с тремя, с тремя. Сложнейший элемент от Шлехера. В прыжках в воду россиян Никита Шлехер победил спортсмен из Венесуэлы. Но триумфа не вышла. Проигравший 20-летний венесуэлец еле-еле пробился в топ-50 в своей дисциплине. Российские синхронистки успешно обошли спортсменок из Северной Кореи. Но раньше сборная КНДР успехов не показывала. Теперь же главный тренер сборной России Татьяна Покровская удивляется. Она думала, команда не какая, а оказывается, что-то они да могут. Северокорейцев мы видели на сборах. Тогда мы думали, что они совсем никакие. А они такие умницы, такие молодцы. Они чем-то напоминают нас в Советском Союзе. Хотя мы были интереснее. Но мы тоже тогда еще ничего не знали. Не все им дается, но они и стараются. Многие спортсмены признаются, Игры Брикс нельзя даже близко сравнивать с той же Олимпиадой. Игры Брикс как безалкогольное пиво. Лучше, чем ничего. Но, если честно, никакая это не замена Олимпиаде. Наивно ли сравнивать Игры Брикс с Олимпиадой? Я надеюсь, никто даже и не говорил, что это то же самое. Поэтому, разумеется, полный бред сравнивать их. Эмоции от Игры Брикс, как от большого старта, нет вообще. Международный Олимпийский комитет рекомендовал не признавать Игры Брикс, По любопытному совпадению, аккурат после начала полномасштабного вторжения России в Украину и банно-российского спорта, включая футбол. Первая часть футбольного двойпорья выглядит вот так. Ну, тоже своего рода импортозамещение. Они вот, создатели, импортозаместители этого вида спорта называют его «фиджитал спортом». Сочетание физического и труда, игры в приставку. И еще немного цифр. Положите, что университет физической культуры, спорта и туризма в Казани потратил около 100 миллионов рублей на организацию игр. Закупка беговых дорожек, матрасов для общежития, кофе-машин и так далее. Он запланирован на октябрь и при поверхностной проверке госзакупок в сумме все это моментально улетает за 3 миллиарда рублей. Повезло, жителям Казани, столица Татарстана явно похорошеет, ну, наверное. А вот вы, уважаемые зрители, за какими спортивными трансляциями наблюдаете? И в середине июня, и наблюдаете ли? Такой вопрос мы запустили в чате в начале нашей трансляции. Рассказывайте, и в конце эфира подведем итоги, если только вы не заняты, собственно, спортивными трансляциями прямо сейчас. А в студии радио-свободополитолог Дмитрий Орешкин, ты, здравствуйте. Добрый день, здравствуйте. Даже если сравнивать с Советским Союзом, когда тоже были проблемы, я очень хорошо помню Олимпийские игры 80-го года, но там все-таки это было, несмотря на игнорирование или бойкот со стороны ведущих спортивных держав, все равно это было какое-то соревнование. Сейчас, ну, это откровенная профанация. И это по всему видно, я думаю, что самое важное, потому что спорт это все-таки то, что касается всех, это смотрят все по телевизору. Ну, и вот такая очевидная демонстрация того, что Россия из первоклассной спортивной державы превращается, ну, скажем так, в участников второй, если не третьей лиги, если всерьез говорить. Нет, это спортивными технологиями как раз-таки, да? И это становится, ну, скажем, очевидным. Ну, и по политику можно тоже самое сказать, ведь на самом деле, с кем Путин может сейчас встречаться? Ну, вот Северная Карьера, вот Вьетнам, ну, достойные, скажем так, партнеры. Когда Путин пришел к власти, все-таки Россия была члена восьмерки, на секундочку. Сейчас оставшаяся семерка организует санкции против России, она сама себя загнала в угол, и этот угол, ну, в общем, совсем-совсем слабый в советские времена, ну, хотя бы, футбол был высокого уровня, хоккей был высокого уровня, да и многие другие спортивные мероприятия придавали, доставляли очки такому имиджу Советского Союза тогдашнего. Но сейчас второсортно сбьет глаза. Кстати говоря, опять же, возвращаясь к политике, в советские времена, как к ним не относись? Советский Союз снабжал оружием и станками для производства бесплатно, что, в общем, было разрушительно стучит, не экономик, но снабжал ту же саму Северную Корею. Сейчас Путин едет в Северную Корею для того, чтобы Северная Корея снабжала оружием Россию. Ну, совершенно очевидно, отступление от стандартов даже Советского Союза, который, в общем, все равно не выдержал соревнования с развитым миром. Но есть, в смысле, для чего вообще это Потемпинская деревня, давайте, что мы отвечаем своими именами, потому что даже игры в Москве 80-го года, они все-таки имели официальный статус, и бойкоты не помешало, это все игры, которые вошли в историю, сейчас это непонятно что, и, судя как раз по данным сгоззакупок, организован это был очень наспех, потому что они датируются весной. Вот это тоже вторичность, потому что, на самом деле, мы должны показать, что мы не хуже, а в результате показываем, что мы все-таки хуже. Так же, как Путин реагировал на саммит в Швейцарии выдвижением своих предложений по выходу из украинского кризиса, это же значит, что не он создает повестку дня, что он привык делать последние несколько лет, а он вынужден встраиваться в чужую повестку дня. Раз они проводят саммит, значит, мы выступаем своей альтернативной какой-то площадкой. Раз они проводят Евро по футболу и все его смотрят, значит, нужно ответить чем-то аналогичным, но масштаб совершенно другой, это же даже объяснять не надо. И вот новость заключается в том, что теперь это все видят по телевизору, и я уверен, что огромное количество любителей спорта, с которыми с пивом сидят перед телевизором, сидят и ругаются. Ну, не тот масштаб. Давайте вот к слову, как раз-таки, о чемпионате Европы, который прямо сейчас проходит, ведь любопытно, что к вечеру трансляции БРИКС на сайте МАЧ-ТВ, на прямом эфире телеканала МАЧ-ТВ, они уступают место чемпионату Европы, включается большой европейский футбол, из-за которым следят не только российские болельщики, причем без возможности наблюдать там свою команду, но и российские противоревские медиа. И о спортивной пропаганде военного времени расскажет Илья Кузин. Олимпийские игры в Париже, российская пропаганда, скорее всего, специально будет дарировать, уверен он. С Алимпиадой вообще у них есть план, как я понимаю, сделать вид, что ее просто не происходит. Ну, как бы, там нет российских флагов, там нет российского гимна, и значит, их там не будет. И знаешь, как Путин говорил, что, значит, а если России не будет, а зачем мир, в котором нет России? И вот так же знаешь, а зачем Олимпиада, на которой есть, зачем ее показывать? Спортивная пропаганда активно разворачивается не только на телевидении, но и в премьерских телеграм-каналах. Например, Мэш и Шот опубликовали снимок с того самого матча сборных Румынии и Украины, на котором один из болельщиков якобы держит в руках флаг, так называемый ДНР. Издание чемпионат проверило официальную трансляцию матча. Как выяснилось, изображение флага фейк. А к нашему разговору в прямом эфире по видеосвязи присоединяется социолог Сергей Ерофеев. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Вот на ваш взгляд, есть ли, в принципе, такой эффект пропаганды в спорте? Насколько он тезаем? Возможно ли нам как-то это понять и принять, что это есть, и это может быть работает, может быть нет, но сам факт. Ну, то, что спорт может быть связан с пропагандой, часто бывает связан, это аксиома. Другое дело, что он по-разному бывает связан. И, как мы знаем, за последние десятилетия сложилась очень четкая тенденция, когда страны не то чтобы изгои, а которые нуждаются в дополнительном утверждении своего самоуважения, уважения мира, страны, которые причисляют к менее развитым и к более диктаторским, или авторитарным, они в этом больше нуждаются, и, как мы знаем, международные организации, если у них на поводу. Но я думаю, что это предел. Сейчас уже никакая международная организация не может помочь путинской политической системе сыграть в эту традиционную игру автократов. Но подрядность, разумеется, такая же. То есть, всяческие мега события, не только спортивные, но и другого характера, они нужны той системе, которая чувствует себя очень неуверенно, в том числе по отношению к своему собственному населению. Я хочу с вами обсудить такие подобные санкции, как спортивный банк, потому что российские национальные сборные, помимо индивидуальных спорта, надеялись, по-разному, командные, они отражены от мировых и контиментальных первенств и чемпионатов. На ваш взгляд, это работает как санкция на длинной дистанции, ведь может ли это вызов отборщиков хотя бы какие-то элементарные понимания, что, к примеру, агрессивная война — это плохо? Или с этим справляется российская пропаганда, объясняют, что это очередной поздний такого коллективного выдуманного Запада, который просто не любит все, что произведено в стране, которая провела в пятом случае? Социологический взгляд на это предполагает, что ни путинская система не справляется, ни западные страны не справляются в том смысле, что благодаря такому давлению российское общество изменит свое поведение. Нет, поведение российского общества меняется не из-за этого, или в последнюю очередь из-за такого давления и изолирования простого человека с банкой пива и чипсами от мировых спортивных событий. Но и, конечно же, путинской пропагандистской машине не так не удается переиграть Запад в этом плане и убедить российское население, что они должны еще больше сплотиться вокруг флага. Этого эффекта мы не наблюдаем. Что требуется, в первую очередь, это сохранить лицо так, как власть это видит. В том числе, как я только что сказал, сохранить лицо перед своим собственным населением. Это станок уже не давно проехали, когда, подобно другим диктатурным авторитарным странам, Россия пытается выиграть какие-то очки на международной линии. Все, это уже поставлена точка. Но Россия, не Россия, а именно система управления Путина, то, что мы называем власть, она пытается сохранять хорошую мину при плохой игре. Каким-то образом воздействовать на общественное мнение стран глобального юга, что Россия все еще привлекательна. Но, собственно, население здесь, конечно, обмануть не удастся. Но, собственно, население сейчас другим и забочено. Оно сейчас беспокоено выживанием в самых разных смыслах. И спорт, международный спорт, конечно, ушел на задний план. Среди, спасибо. Я хочу нашим зрителям показать один фрагмент матча Грузии и Турции на Евро-2024. Тащи даже не показать, скорее, отдать послушать, что там происходило и что попало, как-то в уши, российским зрителям на этой неделе. Ну, такой несприятный высказывание с болельщиком сборной Грузии в сторону президента России. И самое любопытное, что прямо сейчас, жалобам матч ТВ, это, в первую очередь, отрезок вырезали, из-за сленцы убрали аудиодорожку, оставили только видео, по нему непонятно, что именно сконтируют грузинские болельщики. И прямо сейчас по всему интернету, пожалуй, матч ТВ, заводский право, что вполне резонно удаляют это видео. И у меня в вас потом потом хотелось спросить, неужели даже спортивный канал, который тратит столько денег на автоские права для трансляции матчей Евро в России, и не только Евро, и Лиги Чемпионов, и других крупных футбольных спортивных турниров, неужели даже ему приходится заниматься, помимо этого, пропагандистской деятельности, заниматься спасением, честь и достоинства Владимира Путина? Ну, в футболе я не хочу, я так могу сомолировать. Ну, конечно, приходится, потому что авторитарные режимы, они отличаются от демократических тем, что лояльность опирается на уважение личности, а не уважение к институтам. Поэтому, да, есть Путин, есть Россия, нет Путина, нет России. И, соответственно, если Путин выглядит плохо, то и Россия начинает из-за него хромать. Ну, скажем, в любой развитой стране, будь то Германия, Британия или Соединенные Штаты, если что-то случается с президентом или там с канцлером, ну что, бывает, да, никакого ущерба державе это не наносит. У нас нет. Поэтому, конечно, с одной стороны, массовая цензура, самоцензура, с другой стороны, что очень важно, на самом деле, следует обратить внимание, ведь Россия не своими достоинствами демонстрирует свое преимущество, уважение, статус, а наоборот, она собирает недостатки, которые видит в чужих событиях. Например, у нас нет серьезного участия в игре в футболе, в футбольном чемпионате России и Европы, но зато мы можем сказать, что украинцы проиграли. У нас не получается с освоением Луны, не взлетела Луна 26, к 20-му году Рогозин обещал канонизировать Луну, все это не выходит, зато мы с удовольствием рассказываем, что опять не взлетел какой-то космический корабль у кого-то там на западе, у французов или у американцев. Вот это старательное перечисление чужих проблем вместо демонстрации своих достоинств, это тоже очень характерно. Ну да, можно делать вид, что нет Олимпиады, но если там случится, не дай бог, теракт, какой восторг это вызовет у российских пропагандистов. Потому что своих достижений как-то нету, ну значит надо не сводить к нулю достижения конкурентов. Между тем процесс идет прямо противоположный тому, который Путин заказывал. На футболе это видно. Грузия географически не находится в Европе, она южнее главного Кавказского хребта, граница официальная Европа проходит по хребту. Тем не менее Грузия играет в европейском чемпионате. Турция далеко не европейская страна, хотя у нее кусок территории есть в Европе. Участвует в этом чемпионате Россия, которая была европейской страной, гордилась своими достижениями именно как европейская страна. Россия, русская культура, связанная с Пушкиным, Тютчевым, Лернтовым, это же все связано с европейским культурным контекстом. Это все как бы забыто. Мы развернулись к развитому миру бронированной задницы и пытаемся широко улыбаться во Востоку, где Китай в общем-то тоже так со скрипом и свысока на нас посматривает. Так что, ну конечно, Путин привел страну в тупик, и это чувствуется по всем параметрам. Другое, просто люди не хочется этого видеть, не хочется признавать то, что, например, Путин не может победить ту самую Украину, которую он собирался за две недели одолеть. Ну не получается. Какой-то третий, как звучали на территории. Ну, значит, мы сейчас говорим про Зеленский наркоман, Зеленский клоун, там, Зеленский нелегитимный и так далее. Ну, это называется деградация даже пропаганды. Даже пропаганда делается тупой и скучный, какой она была в советские времена. При том, что в советские времена спорт-то уж был на высоте. Ну, так что об этом, я на всякий случай, нашу зритель, что территориальные деления континентальных футбольных союзов никто не соответствует таким географическим рамкам. Но здесь, правда, есть такой некоторый символизм. Но в этой ситуации, что Грузия играет на Евро, Украина играет на Евро, Россия туда не допущена. Сергей, я вам еще хочу обратиться в Олимпийские игры. Они вроде как придуманы, чтобы как раз заниматься спортом, а не войной. Давайте так скажем, чтобы выяснять отношения на футбольном поле, все-таки, в первую очередь, а не на поле битвы. И вот Путин с этой развязанной такой войной смотрится весьма странно, попытки построить такой трансивок. Это выглядит по-потемкински и парадоксально. Но не забудем, что игры БРИКС были основаны какое-то время тому назад, и поначалу они были очень маломасштабными. Там было очень мало видов спорта задействовано. В этом году амбиция большая, в разы увеличилось количество видов спорта, задействованных в играх БРИКС, но при этом мы прекрасно видим, что иногда единственные россиянинцы соревнуются сам с собой. Мы видим пустые карточки представительства различных стран, из Европы, в частности, откуда никто не приехал в Казань. Конечно, ситуация в 80-м году в Москве была гораздо более благопристойная. И, в общем, ни ООН, ни множество стран мира никак не отрицали мировой роли Советского Союза в развитии спорта. Сейчас никто, конечно, особо не обращает внимания на эти игры БРИКС, как, собственно, не обращали и 7 лет тому назад, когда они только еще были основаны. Это нечто такое, что сопровождает целый веер культурных проектов этой организации, в которой доминирует Китай. И пытается использовать Россию только как некую шестерку, которая ведет себя развязанно, в том числе устраивает такую затяжную войну, в которой посленно как минимум Китай заинтересован. А страны глобального юга могут прислушиваться к риторике России и делать всяческие реверансы в сторону Путина. Ну, на самом деле, они ориентируются на большие деньги и на большую поддержку, то есть на Китай. Это чисто политический проект, который существует уже несколько лет, и он не привлекает никакого особого внимания даже в странах БРИКС. Вот достаточно посмотреть, какова реакция в России или в Южной Африке, или в Индии на игры БРИКС. И при этом удивительные вещи происходят. Например, Казань, город, в котором я провел столько лет, празднует Сапантуй как раз в конце этих игр. И татарский национальный спорт Куреш, борьба на поясах, она включена вот сейчас. До свидания и будьте свободны.